Здравствуйте! В эфире Город Эсс. Наш эфир для тех, кто любит джаз и эстрадное музицирование. На днях в Самаре прошел конкурс «Музыкальный калаш» и сегодня подведем его итоги с участниками и организаторами. В нашей студии. Директор детской музыкальной хоровой школы номер один, заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Карташова. Елена Кочедыкова, это заведующая эстрадно-джазовым методическим объединением школы. И Михаил Куликов, заведующий отделением духовых инструментов Самарского музыкального училища имени Шаталова. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, вообще какое впечатление осталось, эмоции от этого фестиваля? Он же уже с 2000 года, и, наверное, каждый раз что-то меняется. Но в целом, вот что оставляет этот фестиваль, и нынешний в том числе? Приятное впечатление. Приятное имя. Радость от того, сколько детей занимается этой музыкой, сколько преподавателей. Появляются новые имена. А вообще вот цель фестиваля, вот что вы хотите? У каждого много фестивалей, но у каждого свое направление и своя, наверное, какая-то основная задача. Вот что самое важное в этом фестивале? Ну, привлечь, наверное, подрастающее поколение к джазовому музицированию, к свободе творчества, которое дарит джаз. Ну, и открыть новые какие-то талантливые имена. Это всегда интересно, всегда ярко и неожиданно, и это всегда очень яркие индивидуальности. И получается открывать, да? Да, да. А вообще возраст участников, вот так, если в среднем, это какой? Вот на кого вы ориентируетесь? Ну, это с первого класса до студентов вузов. Так, скажите, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, сегодня время вообще наше. Это время подходящее для джаза? Джаз хорошо себя в нем чувствует? Для джаза время всегда подходящее. Да, а люди вот как его воспринимают? Потому что, да, вот есть разные эпохи, где доминирует то одна музыка, вот люди как-то к ней. Большая часть, то другая. А сегодня? Я считаю, что не доминирует какая-то музыка, а доминирует, скажем так, преобладающее количество народа, населения, слушает ту или иную музыку. И с этим, к сожалению, поделать ничего нельзя. Хотя, после того, как наш родной город изрыгнул из себя на просторы России нечто называемое «руки вверх», вот он должен замаливать это очень долго. И я считаю, вот то, что вот если наш город интенсивно будет заниматься джазом, да, вот это будет то самое, что и нужно. Да, а как город участвует в этом, вот где чувствуется Самара при проведении этого фестиваля джаза? Вот Самара и джаз, да, вот именно этот фестиваль, и тем более вот уже сколько лет, как все это вот вместе состыковывается? Ну, основное количество участников, в общем-то, это учащиеся в самарских музыкальных школах, школ искусств. Вот это самое основное, наверное. Потом у нас, ну, вообще очень много преподавателей и в школе, и в городе, в общем, занимаются джазом, интересуются этим. Кстати, вот когда приходишь на концерты джазовых звезд, то зал, в общем-то, полный. Да, 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 да. Нынешнее время – это время джаза, в общем-то. Вот, видите? Да, давайте посмотрим сюжет, чтобы понять действительно, какая атмосфера творилась, и потом продолжим разговор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фестиваль «Музыкальный калаш» проходит с 2000 года при поддержке Департамента культуры и молодежной политики «Самары». Юные музыканты в первую очередь должны овладеть основами академического искусства, и уже на базе этих знаний учиться импровизировать. Говоря о будущем российского джаза, специалисты уверяют, у нас есть все необходимое, чтобы эти дети стали достойными джазовыми музыкантами. У нас большое количество великолепных джазовых исполнителей в стране. У нас последнее, скажем так, десятилетие уже стало серьезно развиваться, и, собственно, процесс профессионального преподавания джаза, поэтому перспективы самые радужные у нас в России. В этом году в городском конкурсе приняли участие 300 человек. После отборочного этапа лучше отправиться на Большой Всероссийский детско-юношеский фестиваль джазового музицирования, который состоится 26 марта. Татьяна Анатольевна, вы хотели что-то добавить? Я хотела добавить, что не только учащиеся музыкальной школы, школы искусств, но это и центры внешкольной работы, клубы, вузы, Самарское музыкальное училище, институт культуры. То есть, в общем-то, он открытый конкурс, и все, кто хочет участвовать в нем, мы с удовольствием всех принимаем. Понятно. Жюри, как говорится, о судье кто? Вот кто судит, оценивает участников, что это за персоны? Каждый год они меняются или нет? Часто приглашают даже звезд, да, чтобы поднять статус, а тут стабильно. Стабильно. Это мэтры наши, города Самары, и председатель жюри у нас Михаил Геннадьевич Куликов. Ну, ежегодно, на всероссийские, конечно, у нас приезжают председатели жюри, мы приглашаем статусных, статусные фигуры. Да, ну это да, как обычно, так и происходит. Были открытия Михаила Геннадьевича в этот раз? Вот какие-то звездочки разглядели? И вообще, как можно разглядеть джазовую звезду в будущем? Что должно быть в ребенке? Разглядеть, может быть, и нельзя, но открытия были. И как это неудивительно, жюри отметило, что два лучших открытия, вот для многих это удивит, это было два блалайшника, которые играли джаз. Это здорово. Да? Это здорово было. Да, вот это да. Как интересно. То есть люди чувствуют ритм, люди чувствуют гармонию. Так вот говоря ведь на банальном уровне, что отличает джазовую музыку от других? Это сложность ритма и сложность гармонии. Вот. Сложность гармонии. Ну, конечно. Ну, сложность ритма, я как-то могу понять. Мы сейчас, мы говорим, почему мы сейчас не говорим о импровизации, потому что, ну, детский джаз, он по умолчанию, как говорят компьютерщики, в общем, не... Сложно детям импровизировать? Нет, это вообще невозможно. 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 Вот это да. А мне кажется, что дети, это наоборот, самые открытые кризисы импровизации. А что они могут показать? Они еще малыш, умеют и знают. Вот те единицы, которые способны, это от рождения, вот кто-то что-то способен от рождения, да? Вот те, те. Вот за 18 лет существования нашего конкурса, в принципе, в Москву уехали. Понятно, что все, все, что где-то появляется на просторах нашей страны, тут же перемещается в первопрестольный в скором времени. И, в общем-то, два таких имени, как Анатолий Иосипов, саксофонист, и Иван Акатов, труба и рояль, это вот два человека, которые вот прошли через наш конкурс, и сейчас они сотрудничают с первыми именами джазовыми России в Москве. И, в общем, недалек тот час, когда они сами станут первыми именами. Да, мы будем на это надеяться. И, да, уж вот это интересно. У нас, кстати, есть фотографии, давайте тоже их посмотрим, можно будет прокомментировать. Потому что, действительно, какие-то открытия, получается, вот слышу. Мне казалось, импровизация ребенка, это что-то рядом стоящее. А нет, так вот, участник, да? Это пианист, да, перспективный. Начащийся нашу школу. О нем можно сказать, что он продолжит. Это не те мальчики, Зубарев, Чупахин. Это оркестр духовой. Джазбэн. Да, Джазбэн. Джазбэн. Да. Вот их уже мы сегодня видели. Вот вокальная музыка пошла в прошлом году. Вот, да, хорошая. Хорошо очень выглядела школа имени Шостаковича, Алина Барабаш со своим коллективом. И в этом году у них тоже первое место, но ансамбль был вокально представлен. Да, да. Вот как раз стоит сказать, кто занял первое место, кто победил. Ну, вот, кстати, вот пианист, ученик Елены Львовны. Хорошо, научили. Да, да, Елена Львовна. Симмерман Макс. Макс, вот у него гран-при. Гран-при и у джаз-оркестра этой же школы. Понятно, то есть победители. Балалаишники взяли первые места оба. О которых вы уже сказали. Да, 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 да. Другое дело, что мы же говорили, кто удивил, те стабильные чемпионы, а эти удивили. Это наш ученик Спрыгин и его преподаватель. Альцин Филиппич Харитонов. Да. Елена Львовна, что важно в преподавании вот именно джазового мастерства вот этого, вот этой музыки, да? Потому что это же, как я раньше представила, что там главная импровизация. Сейчас у меня мнение немножко в другую сторону, что у детей это практически невозможно. Нет, импровизация тоже, конечно, является, в общем-то, какой-то составной частью. Но первое, это, конечно, знание стилистики. Второе, это сотрудничество с учеником. То есть какое-то вот создание какой-то очень такой непосредственной, свободной атмосферы на уроке. Ну и третье, конечно, это, в общем, все равно за импровизацией нужно преподавать, потому что джазовое искусство – это искусство импровизации, тем не менее. Хотя мы учим стилистики, учим все это, в общем-то, учим по нотам, по нотному тексту, но все равно элементной импровизацией мы включаем в свою работу, естественно. Знаете, что подумала вот насчет импровизации? Насколько свободной должна была быть личность и ребенка, и уже молодого человека, ну вообще человека, да, вот чтобы он играл джаз? И когда он в рамках каких-то, это для него сложнее все-таки или лучше? Конечно, это сложнее, конечно, это сложнее. Но, в принципе, джаз, он как-то раскрепощает детей, делает их более свободными. Я просто это знаю по своим ученикам, поэтому я могу об этом судить и говорить. Взаимное влияние. А изначально вот свободный ребенок, он лучше же в джазе себя проявляет? Он должен быть способный. Ну это да. Свобода, а способность первая. А в чем выражается способность к джазу, к произведению джазовой музыки? Ну, сложно сказать. Это, ну, как вот способности, это же… Эмоциональность должна быть обязательной. У меня ее и наружу как-то эту эмоциональность проявить. А потом вот этот метроритм, вот это вот чувство метроритма, основа, вот эти вот движения, ну, внутренние состояния должно быть. Да, потому что мы же говорим, откуда пришел джаз. При этом огромный багаж академического музицирования должен быть. Без этого никак. Согласна со мной, Михаил Дмитриевич? Вот эта школа обязательно должна быть. Вот просто интересно, приобрел такой размах, да, вот даже фестиваль этот, а все-таки корни-то какие? И вот я думаю, вот для себя, себе задаю вопрос, нам-то вот труднее приспособиться к джазу, да? А почему вот мы все это продвигаем? Казалось бы, ну пусть вот остается на другом континенте джаз, и пусть там те, кто способен… Которые заводят, поднимают настроение, и человек начинает двигаться. Ведь истоки-то те, когда двигаются обязательно. Даже вот на концертах, на джазовых концертах люди, в общем-то, не сидят спокойно, не внимают с благоговением музыкантам, они все время тоже подщелкивают, двигаются, там, подпевают. То есть это нормальная ситуация, когда музыкант, уже взрослый, уже импровизируя, общается с залом. Это нормальная ситуация. И поэтому привлекает больше слушателей. Вот вы, как председатель жюри, что можете сказать о том, насколько джазовая музыка к нам проникает, насколько вот уровень ее хороший? Джазовая музыка к нам проникла давно. Джазовая музыка проникла давно. Ну, а вот тот уровень, которым мы занимаемся, ну, я считаю, что это, безусловно, необходимая часть элемента воспитания и культурного, и интеллектуального воспитания будущих граждан страны. Именно джазовая музыка. Культурные слушатели, понимающие. Да, тут еще одно такое слово, интеллектуальное. Конечно, это же интеллектуальное искусство. Понимаете, здесь вот если мы сейчас с вами в жуткие дебри углубимся, пока образование не поставили на поток музыкальное, и пока в дипломах вот не стали по выпуску писать музыкант, ведь музыкантом кто считался? Музыкантом считался человек во времена Оны, который способен сочинить мелодию, придумать к ней аккомпанемент, контрапункт, расписать все это на оркестр, исполнить это с оркестром. И если в зале это понравится, то потом с оркестра переложить это на фортепиано в две или четыре руки, там на одно фортепиано, чтобы в долгие зимние вечера в деревне, в глуши, в Саратове, в какой-то отдельной барской усадьбе гости могли музицировать и вспоминать тот дивный петербургский вечер. Вот такой человек считался музыкантом. И вот джазовые музыканты, они и есть вот именно такие. А когда появилось профессиональное музыкальное образование, то человек, который просто грамотно может прочесть ноты и с той или иной долей технологической оснащенности их исполнить, и с той или иной долей какого-то своего артистизма передать это слушателю, он тоже стал называться музыкантом. Вы разницу в багаже, в профессиональном багаже двух музыкантов чувствуете? Да, да, да. Поэтому вот отсюда вот все. То есть, грубо говоря, джазовый музыкант, это вот на плинтусовом уровне, если формулировать, джазовый музыкант – это тот человек, который умеет играть без нот. И много рядом с этими нотами. Причем по делу, а не мимо кассы, как сейчас модно говорить. Понятно. Ну давайте оценим уровень ваших участников, потому что у нас есть видеофрагменты с выступлениями, и будем комментировать и рассказывать, кто это был после просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Ну как оцените, Татьяна Анатольевна? Запись. Лучше бы Макса. Симмермана, наверное, показать. Еще показать участников. Ну да? Давайте тогда смотреть. Вот фрагментами покажите, давайте мы вместе решим. Давайте посмотрим следующего. А где куда у нас спрыть? Была лайка же у нас была здесь. Сейчас посмотрим. Вот была лайка и надо. И все-таки в чем вот специфика? Как конкурсанты подбирают свои номера? Вот расскажите об этом. Как предварительная работа проходит? В каких, в принципе, номинациях они участвуют? Ну, во-первых, что преподаватель оценивает, об этом вообще лучше скажет Елена Львовна, как методист. Послушаем Елену Львовну. Дело в том, что, конечно, сам преподаватель подбирает произведения, которые, ну, наиболее полно раскрывают индивидуальность каждого ребенка, которым и по силам, которым будет интересно играть. Вот. И на которых этот ребенок, в общем, вырастет и будет в дальнейшем развиваться. Вот. Это, конечно, задача педагога. И тут, в общем, важно, конечно, попадание, как говорится, в десятку, да, потому что иначе просто ребенок не раскроет свои способности, свою индивидуальность вот на конкурсе. Вот. Ну, а в подборе репертуара это две разные стелевые пьесы. Да, вот такой вот, да. Вот. А что касается номинации, солисты, значит, солисты, их больше всего. Вот. Солисты... Солисты-вокалисты или исполнители? Нет, солисты-инструменталисты. Вокал выделен в отдельную номинацию. Вот. А солисты-инструменталисты, причем есть, уже говорили про балалайшников, выступали и исполнители на саксофоне, на трубе. На тромбоне у нас как-то было. Были... Ребята выступали и еще исполнители на ударных инструментах. Ну, пианисты, разумеется, пианистов большинство. Вот. Выступали скрипачи. То есть это я просто как бы не вот этот коллаж анализирую, а еще предыдущие конкурсы. Вот. Выступали исполнители на виолончели даже так вот. То есть необычный инструмент для джаза. Да. И очень интересный и успешный, кстати. Ну, так как вас восхитила балалайка, и вы очень хотите ее услышать, как раз нам говорят о том, что нашли этот фрагмент. Давайте его посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Да, такое удивительное трио. Расскажите, пожалуйста, что за участники? И как вообще такая возникла идея? Вот. Объединить? Ну, идея возникла у преподавателя. У преподавателя, конечно. Александр Филиппович Харитонов, балалайшник. Мальчик Спрыгин Илья, ученик шестого класса. Он занимается по классу балалайки. И вот так решили подготовиться к конкурсу «Музыкальный калаш». Концертмейстера Анны Владимировны Половнева, выпускницы нашей школы. Как-то так вот сложилось интересно. Настолько они прочувствовали это произведение, почувствовали друг друга, это заметно. Да, да, да. Как они единое целое. Так удачно все прозвучало. Вот здесь как раз все сложилось и попали в десятку, как говорила Елена Дьвовна. Да. А что важно, вот, чтобы конкурс, вот этот вот фестиваль удался? Вот на какие самые важные моменты стоит обращать внимание? И при организации, и при проведении, и даже при том, как оценивается выступление. У нас есть такая замечательная организация, джазовая ассоциация, которая была создана в 2008 году. И главный заводил и инициатор был создание джазовой ассоциации, Михаил Геннадьевич Куликов, который и объединил школы, заинтересованные в развитии. Вот джазы именно ученичество поднимали, обучали, обучали, программы писали, семинары проводили. Это все заслуга Михаила Геннадьевича, вот он сам пусть перед собой расскажет. Да, давайте Михаил Геннадьевич расскажет о своем большом великом деле. Джазы и Самары, да, чем представили джазы? Это вот как раз. В 2008 году, это просто, в 2008 году это приобрело административно осязаемые формы. А вообще это все началось в самый первый год, в 2000-м. И даже еще чуть раньше, потому что, если уж совсем не заглядывая, кстати, в паспортные данные, то вот мы с Татьяной Анатольевной встретились в 99-м году в Жигулевске, в жюри на джазовом областном конкурсе. Да, и вот на этом конкурсе, уже на этом конкурсе, вот был первый, это тогда Министерство культуры проводило, Самарский областной эстрадно-джазовый конкурс. И тогда стало очевидно, что участникам играть-то нечего. А на следующий год Департамент культуры города организовал конкурс музыкальный, тот был, к сожалению, единичным явлением в Жигулевске. А этот, да, продлит Господь его годы, он уже длится скоро, скоро будет 20 лет. И вот самое-то главное, для чего мы объединились, для того, чтобы создать методическую литературу, то есть самим себе методическое обеспечение, чтобы было что играть. Потому что вся нотная литература, которая была вот к 2000 году, в основном джазовая у нас в стране, что можно было взять и деткам дать поиграть, она делилась на две большие части. Одна это то, что корифеи отечественного джаза просто снимали с записей западных звезд. И они один в один это переносили на нотах. Это взрослый, очень профессионально подготовленный музыкант никогда не сыграет. А вторая это, наоборот, предельно упрощенные джазовые темки, из которых и сложный ритм выброшен. И поскольку у ребенка ручка маленькая, там и гармонию сложную написать нельзя. И поэтому играть было нечего. Или то играть не стоит, а это играть невозможно. И поэтому основная наша работа заключалась в том, с 2000 года, чтобы педагогов, творчески работающих в Самаре, области и по Волжье, кстати сказать, привлекать к написанию джазовых аранжировок и издавать это в виде нотных сборников и распределять по школам. Вот, собственно. Да. Ну, у нас еще есть один фрагмент. Давайте его посмотрим с очередным участником. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Елена Львовна, что может сказать об исполнении? Понятно, что конкурс, это же не важно, что все в идеальном варианте играют в исполнении. Все по-разному играют, все по-разному. Ну, в целом, про участников. Вообще, мне кажется, самое главное, если человек зажигается, любит вот эту музыку джаза, вот это самое главное, если он ей проникается и демонстрирует, пусть там не лучшие свои навыки, но все-таки вот это так приятно, когда продвигается именно в этом. Ну, главное, чтобы ребенок себя чувствовал свободно в этой музыке, чтобы он как-то на ней развивался, и чтобы, ну, ему это нравилось. Вот когда видно, когда нравится, и тогда это, в общем, приятно, и это слушается. Понятно. А если говорить об ассоциации, какие школы могут войти в нее, и по какому принципу отбираются участники? Или это добровольно? Все желающие, все желающие школы. Никаких ранок. Тот, кто хочет учиться дальше, чувствовать методическую помощь, которую Михаил Геннадьевич оказывает абсолютно всем, у него хватает времени на всех. Кто бы его не пригласил проконсультировать ученика, это обязательно будет сделано. А потом проводились, всегда проводились семинары, очень хорошие мастер-классы, это всегда было. Михаил Геннадьевич, вот методическая составляющая обучения, вот вы сами полностью этим занимаетесь, а кто поддержку вам в этом оказывает, на кого вы можете положиться в этом деле сложном? На нас. Ну, конечно. Безусловно, безусловно. Да, у нас суворовский принцип, сам погибай, а товарищи выручают. Да, приятно очень, что у вас такая дружная команда. Кстати, вот в это время, в настоящее проходит Дни открытых дверей у музыкальных школ городских. Вы к этому тоже имеете отношение, проводите? Чтобы привлекать как можно больше детей, родителей, заинтересоваться? В нашей школе недостатка в контингенте нет. К нам идут учиться, может быть, даже по такой причине, что мы, это гимназия номер два. Одна единая культурно-образовательная среда, которую мы стараемся сохранять и развивать. У нас у них много детей, это самая большая школа города, 500 человек. Все они играют на различных инструментах, поют в хоре, поскольку все учащиеся объединены в хоры. И вот был представлен в этом году младший хор. Это хор второго класса «Радость». Но они захотели принять участие. Да, они не совсем чувствуют и понимают, и могут выразить джаз. Как смогли. Вот это начало, я думаю, что там будет. Да, и чтобы подвести итог программы, Михаил Геннадьевич, каким выводом вы после очередного конкурса пришли? После очередного фестиваля. Вот что дальше? Дальше следующие конкурсы. Дальше следующие конкурсы. Дальше развитие джаза в Самаре. Дальнейшие развития. Потому что дети все время подрастают, к счастью, новые дети. Да, ну, хорошее оптимистичное завершение программы. Удачи вам и успеха. И очень хороших исполнителей, талантливых детей, чтобы они все-таки смогли в дальнейшем импровизировать. Я бы хотела пригласить к нам в школу на 26 марта. Состоится всероссийский конкурс джазовой музыки. Мы приглашаем всех желающих послушать этот большой концерт. Он будет длиться весь день. У нас будут представители по Волжии. Это город Казань, Ульяновск. 26 марта, детская музыкальная хоровая школа, номер один. Добро пожаловать. Спасибо большое за участие в эфире. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин